Друг С тобой Там поймешь, кто такой Хочется хоть раз В последний раз Поверь Не все ли мне равно Что сбудется потом Любовь нельзя Понять Любовь нельзя измерить Ведь там На дне души Как в помуте Речном Пусть это дарь Туманная Пусть это Глупь безданная Сегодня Нитью тонкою Связала нас Судьба Твои глаза Зеленые Уста Твои Обманные И эти Песни Звонкие Свели меня С ума Твои 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 Жив Артем жив Ой Жив Сейчас Я сейчас Стена Глад Не за что зацепиться Потерпи немного, Вера Артем Артем, милый Про одной не могу Руки не держат Как глупо Прощай, Вера Ааааааа Ааааааааааа Ааааааааааа Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Когда француз обещал прислать деньги? Рейс, он сказал, восемь дней. Он упоминал название парохода? Нет, сказал, коробка уходит в пятницу. А что не суббота? И в пятницу ни одного парохода не было. А в следующую пятницу? Физик Вавилов на Кубу с заходом в Гибралтар. Так, француз мог темнить. Это естественно. Торопил компаньон. Восьмидневный рейс откуда? Вероятно, ближневосточная линия Фомагуста берут. А в тот день, когда в таможне нашли саквояж, куда уходил судно? Берут. Нет, так, чуть-чуть, с непривычки, наверное. Ничего смешного. Как говорит наш боцман, лучшая страховка это страх. Можно я еще попробую? Сейчас? Да. Ну что ж, я не возражаю. Зырянов, пойдешь с сопровождающим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Пойдемте отсюда. Ты в мешочек к нему загляни, может, у него там золото инков. О, чучело! Оставь-ка его в покое, приятель. Сударь, немедленно извинитесь перед Алькавом. Вы... Вы, подлец! Тихо! Оставь-ка! 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 Тихо! Оставь-ка! Спокойно, мир! Мир, не будем обижать наших гостей. Ну-ка, пойди угости его. Оставь! Руки на стол! Вы за голову! Может быть на отраве Иуль есть? Скажите, пожалуйста, где мне мед искать? Мисс Клейсер. А может быть на отраве Иуль есть? Вот она у тебя рехнулась, что это дурацкой считалки не читали, не читали. Она в каждой комнате висит для всеобщего обозрения. Семь негритят махали топором, один себя перерубил, остались шестерок. Да вы сразу сюда бежать должны были, если вы не полный идиот. А теперь все будет как с безучредок. Шесть негритят стали в ульи играть, одного ужалил шмель, их осталось пять. Я вот и спрашиваю, где этот шмель. Спасибо, пришла в себя. Николай, сколько лет вы работаете в милиции? Я в милиции работаю с 1978 года, после окончания Калининградской школы милиции. Я направлен сюда. Я здесь с 1980 года, практически в настоящее время работаю в уголовном уродске. А вы здесь не одни живете, да, в этой квартире? Здесь три семьи живут в этой квартире. И у каждой семьи по комнате? У каждой семьи по комнате, и у каждой семьи есть дети. А какова площадь вашей комнаты? В нашей комнате девять квадратных метров. На четверых? На четверых. А какое звание у вашего мужа? Старшизина. Ой, капитан. Капитан в милиции. Николай, а вот сколько времени вы отдаете работе? Как сказать, в среднем, значит. Ну, обычно сейчас, сами знаете, так сказать, тяжелая обстановка. Ну, 10-19 часов приходится, значит, отдавать, так сказать. Ну, понятно, понятно. Стало быть, приходите домой, а тут... Старшая дочь на раскладушке, значит. Вот чтобы жене пройти, младшей дочери боком приходится, так сказать. А у вас есть машина? Машина нет. Вовсе не обязательно было снимать на Чукотке. Это можно было снять где угодно. Например, на Курильских островах, которые загадили до неузнаваемости. Просто Чукотка ближе к Аляске. А вы где-нибудь в Сахозе работаете? Здесь в Сахозе. Как вы думаете, сколько лет этому человеку? Сейчас надо в стадо ехать. 31. А этому? 22. Что такое 500 рублей? Сейчас, да? Ну? Ну да, сейчас все дорожает. Да. Не надо еще это... Не кроме этого. Всего продукты слишком много обходят. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Аляску продал Америке. Чукотку не продал. Как вы думаете, Значит, это все равно иностранный безусловно. Что это происходит? Если вот принять, скажем, за основу вот то, что история хранит в себе не только прошлые народы, но она таит в себе и его будущее, то для того, чтобы узнать, что с нами будет, мы должны понять, что с нами было. Вот смотри, Александр Александрович, на какие бы моменты отечественной истории вы могли бы обратить внимание, где мы как бы сбились с истинного курса? К сожалению, таких пунктов было несколько. Пунктов, где мы сбились? Пунктов или вопросов, или направления, на которых мы сбились, я охотно о них скажу. Действительно, над этим мы мало задумываемся. Надо сказать так, если сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственных властей и способностей направлять больше на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. К сожалению, мы нарушили эту мудрость неоднократно в течение трех последних веков. Восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого. Ну, в двадцатом это слишком известно. Все делалось для того, чтобы создать мировую революцию сперва, потом подрывные действия на Западе. Но удивительным и печальным образом, кое-что из этого можно отнести и к предыдущим векам. У нас и в восемнадцатом, и в девятнадцатом веке был часто значительный перевес внешних усилий над внутренними. Десятки стадионов. Городские, заводские, стадион Тихоокеанского флота. Такие они сейчас. Чуть-чуть не достроили. Самый большой в стране стадион для спидвея. Но грянула перестройка. Сейчас тут стоянки для автомашин. А на этом стадионе авторынок. Тут мы разговаривали с тремя молодыми офицерами. В субботу и воскресенье они вынуждены подрабатывать в охране на рынке. А что делать? Квартиры нет. На офицерское жалование квартиру не снимешь. Да и семью не прокормишь. Про бухтир расскажи. Ну, это вообще отдельный экземпляр. Ничего святого уже нет. Да, может, не интересуется, что пару буксиров продали, например, за рубеж. Теперь до сих пор не могут их вернуть никак обратно в Россию. А буксиры один из мощных в мире буксиров. Всего два в мире. Выручил контракт, насколько я знаю, греческой фирмой по аренде этих буксиров. Греческой фирмой. В результате этой аренды эти буксиры были переданы в аренду другой фирме. Поменяли экипажи, подняли другой флаг. Эти буксиры теперь на 10 лет сданы в аренду какой-то американской фирме. То есть они для флота потеряны. В результате этой операции какие-то наши начальники большие флотские поимели определенные деньги. Что вас заставляет служить? Ну, что нас еще может заставить? Еще долг есть, как присягу-то давали в Францсоветском Союзе. Да и инерция. И инерция, в общем-то. Кому нравится, у кого фанатизм еще остался, так и, в общем-то, обидно то, что все разворовывается. Готов? Угу. Нет, Бабь, так не пойдет. Послушай. Угу. Представь, что у тебя вместо пальца лепесток ромашки. Так. Вот. Верхняя галка на цели. Угу. И не дышать, как на рентгене. Угу. Потом ловишь момент между ударами сердца. Угу. Готов? Готов. Давай. Да ты снайпер, батя. Ё-моё. Ворошиловский стрелок прям. Какие патроны берешь? А какие есть? Обычные, зажигательные. И тех, и тех. А говоришь, шкуру попорить не хочешь? Передумаю. Сколько штук? Давай по десятку. Хм. С запасом. А я всю жизнь с запасом живу. Мало ли что. Спички, керосин, хлеб, соль. А теперь вот и до патронов дело дошло. Господи. Ну, жена, подавай обед. Обед? Какой обед? У тебя что? Нет обеда? Нет, а как же я его могла приготовить? Ни продуктов, ни посуды. И соседка сказала, тревога, не жди. Верочка. Ты молодая, неопытная, жила с мамой, я тебя не осуждаю. Но постарайся запомнить, раз и навсегда, что я тебе скажу. Обязанность мужа служить и приносить домой деньги. Обязанность жены вести дом. Не хватает чего-то, придумай, где взять. У каждого из нас есть свои права. Мое право, придя со службы, увидеть лицо жены без следов слез. Друзья, признавайся, плакала себе? Да. Это твои дела. Эй, можешь плакать сколько угодно, где угодно. Но как только я вернулся домой, ты должна быть умыта, свежа и весела. Понимаешь? Женечка, я больше не буду плакать никогда. Это не все. Мое право мужа, вернувшись домой, сесть и пообедать. Усвоила? Усвоила. И мне абсолютно все равно, из чего ты сделаешь обед. Но обед в этом доме должен быть каждый день. Независимо от тревог, учений и даже войны. Это мое право. Поняла? Поняла. Женечка, я только одного понять не могу. Свои права ты перечислил. А где же мои права? У тебя одно право. Быть любимой. Или тебе этого мало? Нет, не мало. Ты приехал? Ага. Приехал. Как в анекдоте. Приехал муж из командировки, а жена... Что жена? Вы, говорят, все где-то гуляете по вечерам. На глазах у домработницы, у матери. Уж не у него ли я? У него. Только не потому, почему ты думаешь. Вот уж о чем не думаю, так не думаю. Гений выше наших грешных мыслей. Им нужно поклонение, услужение, восторженную преданность. Ты взрослая, умная женщина. Попалась на его удочку. Забыла о доме. О семье, о собой, о себе, в конце концов. Ты словно всех-то провалилась. Я понимаю, баба полюбила мужика. А я люблю его. Как? А меня? Тебя больше нет. Почему? Ну, это долгий разговор. Весь последний год ты вел меня к этому. Понятно. Она его за муки полюбила. А муж причина этих мук. Надька, здесь у тебя хватит остатков ума, не сломать разводом жизнь себе и карьеру мне. Не бойся. Ты не поинтересовался главным, любит ли он меня. А Аркадий Михайлович дома? Здрасте. Доброе утро. Вы прямо из Америки? Почему вы так решили? Ну, там как раз сейчас утро. Ага. Я, кажется, ошибся. Аркадий Михайлович сейчас придет. Вы можете подождать его. Ну, я здесь, на лестнице подожду. Ну, вот это ново. А как же мы будем с вами вести светскую беседу? Через дверь? Дорогая моя, не волнуйтесь. Я все передам Аркадию Михайловичу. Я думала, он не встретился с вами исключительно по причине своего нездоровья. Но когда я ему скажу, что звонила Лида, восторгу не будет границ. Бросил трубку. Вот человек пришел из Америки. Ой, как интересно. Здравствуйте. What is your name? Меня зовут Викентий, но я совсем не из Америки. Какая досада. Ой, как жаль. А что, Аркадий Михайлович нездоров? Видите ли... Он когда ест, у него за ушами так потрескивает. Аркадий Михайлович меня предупреждал, что вы любите, но это, пошутить. Разве такими вещами шутят? Вас ведь Мусей зовут. Как вы догадались. Хотя нет, меня зовут Анна. А Муся как раз вот эта вот милая дама. Очень приятно. Очень приятно. Ну, раздевайтесь, проходите, присаживайтесь. Я... Ну, я прошу вас, проходите, не стесняйтесь. Я... Ну, где-нибудь здесь подожду. Где? Вот здесь. Я вам не помешаю, Владимир Алексеевич. Капитан ведь спит. Вы помешать? Какая славная ночь. Спокойной вахты, Владимир Алексеевич. Как, вы уже уходите? Нет, ради бога, еще несколько минут. Мне... Мне надо вам сказать кое-что. Что такое? Простите, Вера Сергеевна, я... Я, конечно, не смею спрашивать. Ну, хорошо, спрашивайте. Заранее прощаю. Вам... Вам нравится Мичман Воронцов? А вам зачем это знать? Зачем мне знать? Мне? Да вы что же, разве не видите? Разве не чувствуете, что я... Прекратите. Я рассижусь, если вы сейчас станете говорить глупости. Вы немножко увлеклись. Вообразили уж бог знает что. Мы скоро расстанемся. А вы также скоро забудете про свою блажь. Лучше останемся добрыми друзьями. Вы же знаете, что я к вам расположена. Так вы не верите, что я вас люблю? Иди, открой. Спроси, кто! Этого еще не хватало. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы Ирина Михайловна. Я туда попал? Туда-туда. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Хочу извиниться. Сразу за все. Забудем. В знак примирения. Это лишнее. Иначе я не поверю, что вы на меня больше не сердитесь. Поставь цветы в воду. Может, ты меня представишь нашему гостю? Евгения, моя сестра младшая. Очень приятно. Сергей. Владимирович. Ирина, может быть, в знак полного примирения вы согласитесь поужинать со мной? Давайте. Прямо сейчас. Тут рядом открылся уютный японский ресторанчик. Благодарю за приглашение, но мы с сестрой как раз собирались поужинать. Ой, я могу и одна поужинать. А поехали поужинаем втроем. Там отлично кормят. Ой, поехали. Ну я за. Ну я очень люблю японскую кухню. Ты же палочками есть не умеешь. Ну все я умею. Отлично, Сереж, поехали. Я буду ждать вас внизу. Нет, я никуда не поеду, и ты никуда не поедешь. Мы останемся дома и будем есть ужин, который я приготовила. Нормальный человеческий ужин, а не сырую дохлую рыбу. Кажется, вы не очень любите японскую кухню. Где вы были в ночь, минувшись с субботы на воскресенье? Можно воды? Где вы были в ночь с минувшей субботы на воскресенье? Я могу не отвечать на этот вопрос. Вы можете не отвечать на любой из наших вопросов, но это не в ваших интересах. Итак, что вы делали в ночь с субботы на воскресенье? Может вы сначала объясните, что происходит? У вас есть адвокат? Никогда не имел дела с правосудием. Лебедев. Гражданин Лебедев. Игорь Алексеевич. Вы подозреваетесь в убийстве гражданина Швеции Ральфа Юхансона и гражданки Швеции Марии Юхансона. В соответствии со статьей 179-й, часть 2-я, пункт 2-я. Слушайте, вы надо мной издеваетесь? Вы это умышленно проделываете? Что такое, Генрих Францевич? Ну вы перепутали страны народной демократии. Ну посмотрите, у вас ГДР после Венгрии. Ну тоже по алфавиту что ли? Да забудьте вы это оппортунистическое слово. Венгрию на третье место. Там был путь. В Германии была война. Да это другая Германия. Понимаете, другая. Какая политическая близорукость. Мы с вами освещаем важнейшее событие в мире. Визит генерального секретаря. В Польшу.